Девочка-пай Девочка-пай Это прекрасное место, светлое, чистое. И от многих приезжих сюда я слышу, что им здесь легко дышится. И очень приятно прийти, пройти по деревне и услышать, ой, как у вас красиво, как у вас чисто и как нам у вас нравится. Девочка-пай 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 Да. А ты не глубоко, не переживай. Понялись. А что это за река? Полна? Это полна. И елки такие шикарные. Да, раз уж на реке большущих были. Да. И поселения же были возле больших рек. Конечно. Мы находимся в лесу, там, где расположены курганные могильники Древней Руси. Ну, вдали от людских глаз, и поэтому они, наверное, сохранились почти в первозданном виде. Очень старые деревья мы видим. Это старые деревья, они должны подойти к рубке, но их не вырубают, потому что эта зона находится, как все равно, заказник, ну, исторического значения. Да, это предмет гордости. То, что пишут в книгах, в Баркалабовских летописях, где там первое упоминание о Сидоровичах, вот оно, первое упоминание о первых жителях. Впечатляющее упоминание. Впечатляющее, конечно, впечатляющее. Мы гордимся этим. КОНЕЦ сейчас мы подъехали к одному из озер здесь в этом пруду и большом сидит карл годовик то есть он небольшой такой размером всего лишь там 25-30 грамм здесь он зимует потом мы его отлавлены распускаем по озерам он находится вот здесь вот в этом озерце можно будет подойти посмотреть будем снимать люди которые родились на селе в деревне они попроще радушнее и гостеприимнее это вот наверное отличительная черта любого жителя деревни поэтому наверное эти черта принадлежит не только нашей деревне жителям нашей деревне на всей беларуси то есть вот это вот такая интенсивная жителя белорусской деревни меня зовут инга у меня в ситовичах уже живу 17 лет переехали мы из могилёва вот решили заняться сельским хозяйством что получилось ну то что все таки живем за счет того что своим трудом добываем не хочется обратно нет за какие-то целая фирма вы заранка жила скалу но в этом году 15 подрастает молодежь еще восемь будет 22 если все хорошо сколько за день но это же не нельзя сказать за день потому что зимой одно молоко летом так называемое большое другое молоко за год а я не считала честно говоря осталось что бы детей учить самим жить кое-что делать хватает боже мой какая красивая как ее зовут фруся фруся боже боже какой язык шершавый невозможно а почему она такая чистая и такая такая у нее шерсть как будто вы ее как каким-нибудь шампунем прекрасным шампунем нет но сын принес хорошую расческу для коров вот мы начали чистить их а есть расческа а можете показать как это делается ну да выключает сейчас схожу если бы хватало времени ежедневно этим заниматься конечно они были бы все коровы с картинки до килограмм по 300 ну и вот у нас малыши родились не так давно вот такие у нас маленькие хрюшечки они похожи на маленьких собачек ты спрашиваешь сколько свиней кто их считает сидорович хорошее место для жизни очень хорошая потому что это древняя есть люди ну все времечко жили сколько тут раз два три четыре раза сидорович и переходили с места на место короче говоря потом и кровью полита вот эта земелька ну она притягивает она нам помогает жить песня очень мы весело нам приходим собираемся очень хорошо нас весело идем как на праздник что там тетя там тетя там да кто там деревня спокойная люди нормальные есть вот и даже места развлечений нам пока еще рановато главная семья все остальное будет мой смысл жизни это моя дочь зовут и василиса василиса денисовна будущее наверно модели так далее вот но там уже ну она же будет сюда возвращаться на родные местах будешь приезжать будешь молодец желаем всем всего хорошего и она и 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 Субтитры создавал DimaTorzok